Средняя зарплата в России скоро будет стоить 1000 долларов. Нефть будет стоить 100 долларов за баррель. Вы думаете, что это фантастика? Опять Юра нафантазировал? Посмотрите это видео до конца и вы подумаете, а вдруг он прав? Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Мы сейчас являемся свидетелями очень быстро меняющегося мира. И то, что совсем недавно казалось фантастикой, сейчас мы уже видим в реальности. Но в самом деле, еще полгода назад, кто-нибудь, если бы сказал вам, что весной, в марте месяце, вся Европа будет сидеть под домашним арестом. Вся Европа будет сидеть под домашним арестом. Улицы городов будут патрулироваться полицией и военными. И будут отлавливать людей, если они собираются группами, больше, чем по два человека. И штрафовать от 50 до 500 евро. Вы вот могли себе представить такое полгода назад? Это было абсолютно неправдоподобно. Это фантастическая картина. Сейчас это реальность. Посмотрите, если у кого есть знакомые за границей, это сейчас реальность. В частности, в Испании, во Франции, в Италии. Все это происходит. Что случилось в мире? А в мире случился коронавирус, который вдруг ни с того ни с сего. Вроде бы обычная инфекция. И грипп. Просто разновидность гриппа. Вирус. ОРВИ. Но вдруг из этого сделали какую-то совершенно жуткую проблему. Сказали, что эпидемия. Да, эпидемия. Кто из вас когда-то не болел гриппом? Ну, наверное, все болели. ОРВИ. Это просто разновидность вируса. Но из этого сделали глобальную катастрофу. И что происходит в мире? Закрываются границы. Отменяются рейсы. Отменяются все мероприятия. Отменяются все. Закрываются. Святая святых. Закрываются торговые центры. Если совсем недавно людей гнали просто силой в торговые центры. Идите туда и тратьте свои деньги. То сейчас ничего подобного. Все центры закрываются. Олимпиада отменилась. В Испании отменили Санта-Симану. Ну, это святое. Это две недели пасхальных праздников. Это примерно то же самое, что рождественские каникулы. Отменили. Нельзя собираться группами больше двух человек. Казалось бы, сел в машину, поехал путешествовать. Ехать никуда нельзя. В машине можно находиться не больше, чем по одному человеку. За это тоже штрафуют. И стоят полицейские кордоны. И останавливают, и штрафуют. Вот так. Запрещено. Вот это происходит. Что за этим происходит, естественно, в мире? Ну, в начале стали падать цены на нефть, а потом, ну, совершенно логично, стали корпорации нести убытки. И стали падать акции. Акции компаний. Стал падать индекс S&P 500. Ну, вот, посмотрите. Сейчас вы видите индексы все. Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Russell 2000, Nikkei 225, Eurostox, DAX германский тоже падал. И вот он, VIX. Единственное, что выросло, это индекс страха. Это VIX. Ну, это не радует, на самом деле. Теперь давайте посмотрим на S&P 500. Вот он начал валиться. Сначала начала падать нефть, я повторяю. Потом начал валиться индекс S&P 500. Когда он упал вот до уровня поддержки, немножечко всколыхнулся вверх, но потом снова повалился вниз. Что делать людям, когда падают акции? Ну, когда падают акции, зачем их держать? Абсолютно логично, их надо продать, не так ли? Потому что зачем держать, как бы, деньги в активе, который падает? Конечно, их надо продать, потому что, ну, акции всегда росли. Когда акции растут, надо держать деньги в акциях. Когда акции падают, естественно, логично, надо продать акции. Вот. И взять деньги свои. А если падает валюта национальная, то есть рубль, например, да, в частности, а почему рубль падает? А потому что нефть упала. Поэтому куда надо вкладывать деньги? Ну, во всем мире уже давно известно, что самая твердая, самая стабильная валюта – это доллар. И поэтому абсолютно логично, что надо покупать доллары. Не так ли? И первая мысль, которая приходит всем в голову – надо продать акции и купить доллары. И это знают абсолютно все, потому что уже, ну, на протяжении многих лет самая стабильная валюта – это доллар. Почему доллар является самой стабильной валютой? Ну, давайте… И всегда ли так было? Давайте посмотрим. Так было не всегда. Когда-то. В конце 20-х, начале 13-х годов, вы знаете, в Америке была Великая Депрессия. Ну, фильм «Однажды в Америке», наверное, смотрели все. Великая Депрессия. Производства были остановлены все. Была дикая совершенно безработица, потому что у людей не было денег, потому что, ну, для того, чтобы что-то купить, нужны деньги. Для того, чтобы их заработать, надо работать. Но для того, чтобы компании работали, они должны что-то производить и что-то продавать. И они не продавались. И был замкнутый круг. И экономисты ломали голову, что же делать. И была принята концепция. Они сказали, а давайте напечатаем деньги. Давайте напечатаем деньги и раздадим их людям. И все говорили, так сказать, тогда спорили, что ты что, с ума сошел, да? Вот, типа, как-то напечатать деньги и раздать людям. Это же деньги не обеспечены, и так нельзя. Но экономисты спорили до хрипоты, и они кричали, что да деньги надо просто печатать и буквально разбрасывать их с вертолета. Деньги должны сыпаться на людей с неба. И была... термин даже такой был helicopter money. Деньги с вертолета. Вот что было в 30-х годах. И на самом деле Америка начала печатать доллары в бешеном количестве, разбрасывать их буквально с вертолета. Они моментально обесценивались, что надо было делать людям с деньгами. Они бежали и начинали их тратить. Надо было избавляться от долларов. Куда они бежали? В магазин что-то покупать. И чтобы что-то покупать, значит, надо что-то производить. Значит, компании начинают производить, начинают людей нанимать на работу. Ну и маховик понесся. Что произошло потом? Это было в 30-е годы. То есть экономика начала расти. Производство в Америке начало расти. А Европа через несколько лет всего полезла куда? Во Вторую мировую войну. Вся Европа занялась тем, что начала уничтожать друг друга. Вторая мировая война. И кто победил во Второй мировой войне? Ну, в России любой скажет, что победила Россия. А вот я был в Америке, например, и когда, ну, я что-то сказал, что вот у нас там была война. Они говорят, какая война? У вас была война? Я говорю, ну да, Вторая мировая, там, с Германией, с фашизмом. Вот. Они говорят, а, да-да, помню, вы же тоже там воевали. Вы там участвовали? Да, мы воевали в войне, говорят американцы, но и как-то там Советский Союз тоже участвовал. Но американцы твердо убеждены, что победили в войне именно они. И действительно это так, потому что Америка победила. И по итогам войны все, вся Европа в руинах, все в руинах, весь мир в руинах, самая сильная в экономическом смысле страна, Америка. И в конце войны собирается Бреттон-Вудская конференция, на которой принимаются концепции о том, как будет устроен мир. Основывается ООН, Лига наций тогда была, ВТО. И люди решают, а как же на Бреттон-Вудской конференции, как будут производиться международные расчеты. И Америка говорит, ну, как, как. На данный момент самая стабильная валюта в мире – это американский доллар. Давайте все расчеты будем производить в американских долларах. Мы, Америка, гарантируем, что американский доллар будет стабильным. Мы это гарантируем, мы обеспечим. Мы обеспечим всем легкость вот этих всех транзакций. И все будет хорошо. И так приняли, и все было хорошо. Что делали американцы? Это уникальная вещь. Смотрите, во всех странах есть центробанки, которые управляют своими национальными валютами. И в Америке тоже есть своя национальная валюта – это доллар. Но доллар – это не только валюта Америки, но и валюта буквально всего мира. И для того, чтобы торговать, все страны должны покупать доллары у Америки. Америка печатает доллары, страны покупают их. И зона доллара расширяется. И Америка обеспечивает стабильность доллара. И так было всегда. Америка очень успешно справлялась и выполняла все свои обязательства. Но выполняли ли при этом все страны обязательства? Но все страны начинают… У них национальные валюты. И выясняется, что если ослабить национальную валюту, то конкурентоспособность товаров данной страны увеличивается. И эти товары начинают лучше брать. И в национальных интересах всех стран, чтобы валюта была слабее. И, соответственно, все страны начинают ослаблять свои валюты. Кроме Америки. Потому что Америка взяла на себя функцию, что Америка будет держать самый стабильный курс доллара. Что доллар – это незыблемо. И все было хорошо, пока в Китае Китай не принял вот это вот свои революционные вещи. И вы знаете, что Китай в последнее время развивается самыми быстрыми темпами в мире. И постепенно Китай, который по объему экономики в мире был то же самое, что Россия. Но Китай, извините, в 100 раз больше по населению, чем Россия. И вдруг китайцы, которые, во-первых, трудолюбивые. Во-вторых, они готовы по 16 часов работать почти бесплатно. И в результате китайские товары, которые произведены в Китае, конечно же, оказываются вне конкуренции. То есть они гонят на весь мир товар. И все деньги со всего мира идут в Китай. И дисбаланс торговый совершенно бешеный. Особенно с Америкой, там пятикратный. Кроме того, есть дисбаланс в Европе и так далее. И когда пришел Трамп, он сказал, что это неправильно, это непорядок. Ребята, он начал очень долго, между прочим, несколько лет подряд, Трамп говорил Китаю, ослабляйте свой юань. А они говорят, не, это не входит в наши планы. Ну, тогда Китай, вернее, Трамп начал вот эти вот торговую войну с Китаем, то есть стал вводить пошлины. Он говорит, если вы не хотите ослаблять юань, тогда я буду вводить пошлины. Мы это наблюдали. И вот сейчас были переговоры, там фаза один, о чем это? О том, что Китай просто обязуется покупать в три раза больше товаров, чем раньше у Америки, для того, чтобы ликвидировать вот этот вот дисбаланс. Иначе Америка пригласила вот этим всем. То есть американский доллар самый стабильный. Но все люди сейчас во всем мире распродают акции. И во всем мире какая валюта самая стабильная? Доллар. Поэтому люди во всем мире продают все акции и покупают доллары. И идет что? Накопление наличных долларов. Вот что идет. И это незыблемо. Это мировая концепция. И сейчас мы наблюдаем совершенно дикие перемены. Совершенно дикие перемены. То, что вчера казалось фантастикой, может оказаться реальностью. Посмотрите. Вот он, индекс S&P 500. Как его поднять? Но во всех странах ослабляют валюту. Трамп, имеющие уши, да услышит. Трамп неоднократно говорил, что сильный доллар это тормоз в развитии Америки. Посмотрите. Он это говорил. Он говорил Пауэлу, снижай ставки. Но ставки не снижались. Потому что все хорошо. Америка должна, ФРС должна одержать стабильный доллар. И вот упали акции. Потому что компании начинают нести убытки. Как по существующей концепции поднять стоимость акций? Ну, надо активировать производство. Ну, как оно активируется, если все закрывают производство и закрывают торговые центры. И вообще все закрывается. Люди ничего не покупают. Как активировать? Есть другая сторона этого дела. Ну, надо ослабить доллар. Каким образом? Снизить ставки. Ставки в Европе уже снижены до нуля. Америка снижает тоже ставки до нуля. Очень резко. Это произошло буквально месяц назад. Не помогло. Посмотрите. Вот, ставки снижены. Но не помогло. Все продолжает валиться. Все закрывается. Следующий этап какой? Следующий этап. А следующий этап это раздавать кредиты. Ослабление в... Ну, для регуляторов, что банкам разрешено раздавать кредиты уже необеспеченные. То есть, буквально, человек приходит... Он не кредитоспособен. Скорее всего, он его не отдаст. Но ему дают кредит. И в 2008 году именно по этой причине развалился... Был мировой кризис. Лемон Бразерс. Вы помните, что был мировой кризис? Да? Помните? В 2008 году. Где он тут у меня? Вот он, 2008 год. Лемон Бразерс. Разоряется. И с 1600 долларов S&P 500 падает до... Ну, в два раза, грубо говоря. После этого все ликвидировали. Сказали, такого больше не будет. Балансы банков твердые, обеспеченные. Банки не будут давать необеспеченные кредиты. И все начинает расти по-прежнему стабильно с 2008 года. Ну, тут какие-то там эти самые... Доткомы там и так далее. Бывает иногда. Но, в общем, все растет. И выросло до 3400 долларов. И вот он, коронавирус. Подкрался незаметно. Значит, смотрите. Первое лекарство. Снизить ставки. Снижены. Не помогло. Второе лекарство. Ослабление требований по выдаче кредитов. Остановило. Остановило падение, но приостановило. Но роста нет. Роста производства. И сейчас в Европе коронавирус еще не на максимуме. Где-то до конца апреля. Потом пойдет потихонечку на спад по оценкам. В Китае уже открывается все. Потому что уже больше недели, по-моему, нет ни одного нового случая заражения коронавирусом. Китай с этим справился. Справится с этим и Европа. Сейчас коронавирус идет в Америку. И что надо делать для того, чтобы поднять акции? Опустить доллар. И включается снова концепция helicopter money. И Конгресс уже вот-вот примет закон о том, что раздавать каждому взрослому человеку просто так. По тысяче долларов в месяц. И сейчас они спорят, поскольку раздавать то ли по тысяче долларов каждому единовременно, то ли каждый месяц раздавать. Кто-то говорит 1200. Демократы говорят, давайте по две будем раздавать. А детям, не совершеннолетним, по тысяче. То есть helicopter money, деньги с вертолета, деньги необеспеченные. Что происходит с необеспеченными деньгами? Они обесцениваются. Когда деньги обесцениваются, что делают люди? Они бегут и избавляются. То есть сейчас идет процесс накопления долларов. Потому что доллар самый стабильный. А потом доллар перестает быть самой стабильной валютой. Потому что его печатают бесконтрольно. Он начинает обесцениваться. Начинается инфляция и деньги перетекают. Люди начинают скупать все, что растет. Ну а растет все буквально. Мы это пережили, гиперинфляцию. Если вы не помните 90-е годы, росло все. Как только у нас появлялись доллары, как только у меня появлялись деньги, первое, что я делал, я избавлялся от рублей. Потому что рубль обесценивался на глазах. Понимаете? И надо было вкладывать. И все деньги были в движении. Все все покупали. Магазины были заполнены. Потому что люди бежали и немедленно избавлялись от рублей. Либо доллары покупали, либо избавлялись от рублей. Вот. И вот эту концепцию врубает Америка. И давайте представим сейчас, на секундочку, что будет, если доллар упадет в три раза. Это уже фантастика или нет? Да нет, это уже не фантастика. Что будет, если, представим себе, доллар упал в три раза. Нефть сейчас стоит 27 долларов за баррель. Доллар упал в три раза. Нефть стоит 100 долларов. Вот оно. Нефть стоит 100 долларов. При нефти в 100 долларов сколько будет стоить рубль за доллар? Курс рубля за доллар? 50 рублей. 40-50 рублей за доллар. Вот оно, пожалуйста. И если 40-50 рублей за доллар, то при зарплате текущей там 40-50 тысяч, люди получают тысячи долларов. И вы скажете, вау, вот было бы здорово. Но при этом доллар-то обесценился в три раза. И если сейчас, скажем, машину можно купить, ну, за тысячу, миллион шестьсот рублей, это примерно 20 тысяч долларов, то та же самая машина, которая произведена в Америке, уже стоит не 20 тысяч долларов, а 60 тысяч долларов. 60 тысяч долларов умножаем на 50, получаем не миллион шестьсот, а три миллиона. И народ говорит, блин, как можно прожить на жалке эти гроши в тысячу долларов? Я не могу позволить купить себе машину. Не буду я покупать американскую машину, я куплю европейскую машину. Но, извините, в Европе то же самое. То есть как бы все взаимосвязано. И европейские машины тоже стоят 60 тысяч, потому что мир едит фактически. Вот. И народ, который только что, недавно смотрел на это самое, на другие машины с таким презрением, типа китайское дерьмо, уже смотрит, а сколько стоит китайская машина? А китайская машина стоит, ну, как и стоила, в принципе, там не 3 миллиона, а 2 миллиона рублей. При тех же самых параметрах. А что будет? Еще рядом стоит, скажем, какая-нибудь «Лада Веста», на которую никто никогда не смотрел. Да, в принципе, не такая же плохая машина, если она стоит 1 миллион 600 рублей, дешевле китайца при тех же параметрах. Почему? Потому что, ну, она сделана в России, а в России другой рубль, то есть как бы 100 долларов, вот она. Пожалуйста. И зарплата-то не повысится. Зарплаты не повысятся в рублях. Понимаете? Доллар упадет. А степень локализации, пожалуйста, вот она. И... Ой. А это что за машина? Какая-то странная. Вроде неплохо выглядит. Почему она такая дешевая? Всего-то где-то миллион рублей. А по параметрам электростеклоподъемники, электрические сиденья с памятью, все эти АБСы, все есть. Что за модель такая? Шаран. Вы слышали когда-нибудь про такую машину? Видели? Увидите. Это машина иранского производства. В Иране есть автомобильная промышленность и очень даже неплохие машины. Я их видел. Очень неплохие машины. И... К чему это приведет? Ну, вы уже на улицах видите регулярно китайские машины. Их будет больше. Будет больше российских машин. И я не удивлюсь, если мы увидим иранские машины или индийские. Потому что, ну, все потихонечку начнет выравниваться. В результате обесценивания доллара жизненный уровень в Америке немножечко понизится. И в Европе. А в Китае, России, Иране, ну, слегка повысится. То есть покупательная способность рубля увеличится в результате и люди начнут покупать российские товары. Потому что российские товары станут более конкурентоспособными. Вот просто ровно по этой причине. Я считаю, что это совсем ну, неплохо и это правильно. Ну, будет ли так на самом деле и когда это будет? Честно говоря, я надеюсь, что американцы удержат стабильный доллар, но что-то мне подсказывает, что не будет он таким стабильным, конечно же, он упадет. Но насколько, упадет ли он в три раза или там на 10%? Посмотрим. Будем наблюдать. Какие границы этого? Ну, я думаю, что более-менее станет понятно к осени, потому что к середине, ну, скажем, к концу апреля коронавирус пойдет на спад в Европе, ну, в июле его, так сказать, последствия, так сказать, ну, как бы все, весь мир справится с этой хренью, которая, в общем, так сказать, там, не такая уж и страшная кажется. И народ подумает, а что же произошло и что делать дальше и как жить дальше? Ну, я повторяю, что мы живем в крайне интересном мире, будем наблюдать, а пока я вам советую быть крайне осторожными и очень внимательно наблюдать. И если сейчас вроде бы еще выгодно покупать доллары, надолго ли это? Подумайте. Ну, пишите, что вы думаете по этому поводу, есть ли под этим какие-то основания, как вы считаете. Ну, а я с вами прощаюсь, у меня уже открылась биржа, спасибо за внимание, надо делать деньги, доллары. С вами был Демятков Юрий, до встречи.